А другая думская комиссия по социальному развитию сегодня начала заседание с необычной ноты. Вместо обсуждения вопросов повестки дня присутствующие первую 30-минутку поздравляли юбиляра Татьяну Воронько. Действие это, надо заметить, было торжественно и грандиозно. В очередь народные избранницы с цветами. В руках выстроились коллеги-депутаты, чиновники, сотрудники школы-интерната номер 14 и даже рядовые жители округа. О заседании, которое внезапно стало праздничным, Анастасия Дубас. Татьяна Воронько. Официальная обстановка зала заседания лишь прибавила торжественности получасовому чествованию депутата Волгодонской городской думы Татьяны Воронько. Присутствующие так увлеклись действием, что по всей видимости и забыли, зачем собрались. К насущным проблемам члены комиссии и докладчики вернулись лишь после того, как были подарены все цветы, сказаны все пожелания, исполнены последние стихотворные сроки поздравительной песни, посвященной народной избраннице, которая только вчера отпраздновала свой 50-й день рождения. Как бы не грустно расставаться с приятным, но нужно переходить к серьезному. Пришли, поздравили, я это помню и никогда не забываю. Спасибо. С этими словами Татьяна Воронько на правах председателя постоянной думской комиссии по социальному развитию огласила список повестки дня, в который по инициативе Алексея Брежнева был внесен дополнительный вопрос о социальном такси. По мнению депутата 7 округа, законодательная власть города не должна забывать об этой услуге, ссылаясь на ее нерентабельность. Напротив, необходимо пересмотреть концепцию этой услуги. Этот вопрос рассматривали. Маршрут номер 27 был признан, как говорится, невостребованным, и мы приняли решение его закрыть. Но тем не менее, от решения этой же транспортной комиссии мы приняли решение все-таки обратиться и к мэру, и в том числе через меня к думе, чтобы этот вопрос с повестки дня не был снят, так как эта услуга, на мой взгляд, все-таки необходима в нашем городе. Другой вопрос, что надо придумать так, как ее надо предоставлять, чтобы она была действительно востребована, потому что я не могу согласиться с тем, что эта услуга не востребована. Я хотел бы, чтобы на этот вопрос рассматривали. Так, например, по предложению Брежнева, социальное такси может ездить не по графику, а в индивидуальном порядке, сотрудничая с одним из городских ЦСО. Остальные предложения членов комиссии договорились выслушать и обсудить при следующей встрече. Обсудили депутаты и острую нужду городских медицинских учреждений в местах для парковки автомобилей. Таковые отсутствуют у первой и детской городских больницах. Большая часть уже существующих парковочных площадок нуждается в расширении. Проблема в том, что там необходимо убирать отпуск полностью основательно, только через проектно-следовую документацию. А вот те парковочные места, которые, скажем так, существуют, тот же самый роддом, имеется паркованное на 10 мест, там достаточно все-таки установить знаки. Эту проблему департамент тоже владеет и пронесены предложения о бюджет 2013 года. В который раз на поверхность обсуждения всплыл вопрос ремонта в восьмой школе. Впрочем, прогнозы управления образования здесь неутешительны. Свою деятельность возобновить школа не сможет даже к Новому году. Анастасия Дубас, Иван Иванков, Новости ВТВ. Анастасия Дубас, Иван Иванов, Новости ВТВ.